В каком порядке защитнику нужно эти документы предоставлять суду? Может ли защитник сделать запрос? Здесь написано, с какого по какое, а здесь написано, кто здесь допрашивался. Если на ваших родственников заведено какое-то дело, вы можете, помимо адвокатов, чтобы быть ближе к делу и помочь своим родственникам, помочь им выкарабкаться из этого. То есть есть такое понятие, как защитник. Как занесло? С тем же интересом? Ну, просто я отслеживаю все, скажем так, политические нюансы нашей страны, и, соответственно, я в интернете, что есть такая возможность изучить. Понятно. То есть каких-то конкретных планов применить пока на деле? Ну, хотелось бы, да, посмотреть, но я надеюсь, что судьба меня минует, и я не буду работать со своими родственниками, а именно защитником, но на всякий случай. Вообще, я занимаюсь археологией. В момент не понимаю, как, если правильно считается же вещдок, если ты это изымаешь? На ответственное хранение. Да. На ответственное хранение, да. Судья теоретически должен был попросить терапевта. Я не могу быть общественным защитником Дмитрия, потому что я являюсь... Я хочу понимать, что вообще происходит в деле моего любимого человека. Моя частая, к сожалению, ситуация, что если защитник не попадает на процесс, то он попадает уже на суде. Первое, что нужно делать защитнику в этой ситуации, это нужно наверстывать упущенное. А упущенное вот что. Ему нужно знакомиться со всеми материалами дела. Вообще, я всегда хотела быть юристом. То есть вот такая возможность быть защитником для меня это какое-то открытие, которое вот заставляет меня задуматься о дальнейших моих шагах. Потому что на текущий момент участвовать в качестве защитника у меня, к сожалению, нет возможности. Для меня это сейчас чисто практически интерес для личного моего выживания. Потому что я хожу на пикеты одиночные. Меня уже задерживали дважды. Суд присудил 10 тысяч штрафа за одиночный пикет. И понимание того, как себя вести в случае задержания с полицией, с судей, это очень важно для меня. Именно в практическом смысле. А вот что касается дальнейшей возможности, может быть, самой быть защитником и помогать людям, которые попадают в аналогичную ситуацию. Меня, конечно, в первую очередь интересует административка. И если есть возможность без юридического образования помогать людям в судах, ну это, на мой взгляд, очень интересная штука. И если я смогу ее реализовать на практике, кому-то помогать помимо себя, то я бы очень этим, ну, наверное, гордилась в чем-то даже. А чем вы занимаетесь вообще по жизни? Я менеджер в консалтинговой фирме. Это обычный человек. Приговор может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были непосредственно исследованы в судебном заседании. То есть их надо пошупать, понюхать, потрогать там, да. Понимали, если вы напишите там жалобу, не жалобу, на 15 листов и расскажете обо всем, да, я вас уверяю, никто это читать не будет. Вот просто сначала начнут, потом скажут, ну, там по-любому бред, и давайте сразу на последнюю страницу, вот. Лучше написать три строчки, но по делу, да. Даже для того, чтобы писать что-то о процессе, когда там сидишь на суде, чтобы не просто свои эмоции писать там, как от судья сволочи, как они нехорошо поступают, чтобы все-таки были какие-то вот конкретные вещи, чтобы было интересно читать, чтобы было понятно, в чем именно, в чем несправедливость. Если она несправедливость, то вот это конкретно, это и это. Так вот все-таки да или нет? Что да или нет? Процессуально, насколько вот эти весь собранный материал доказывало то, что эти люди невиновны, но судья все равно выносит решение. Я вам сказала, практически на 100%. По-любому, это утопия. У меня лично будет только один вопрос. 0,03%. У многих адвокатов, у большинства, нет ни одного. А тогда вы сможете работать. Если вы не будете воспринимать это, если вы будете воспринимать, что система неправильно работает, тогда вы невозможно работать. Вы должны не думать об этом. Вы должны просто максимально прилагать усилия. Ну, потому что я живу в маленьком уральском городе, и у нас там политической активности, общественно-политической активности вообще ноль. То есть все, что происходит, происходит для меня. До сих пор происходило в интернете. И кроме того, сама тема права, правоведение мне близка в некотором роде. По диплому я правовед. Ну и кроме того, приятно встретить единомышленников просто. А вы как-то собираетесь полученными здесь знаниями воспользоваться? Я постараюсь. По крайней мере, если будет такая возможность, я... Одно дело обсуждать там с людьми, что все плохо и все будет еще хуже. И... Ну, с другой стороны, если есть возможность что-то сделать, то она у меня теперь более реальна, что ли. Ну, плюс... Видеть, что люди... С одной стороны, это парадокс. Вы знаете, что вы многого не добьетесь, но все равно что-то делаете. И это... вдохновляет. Продолжение следует... С обновлена...